Чего делаем сегодня? Класс, класс, класс. Поехали. Сегодня минимальное основное дерево. Федя, хватит скринжевать. Сегодня минимальное основное дерево. Давайте этот... Давайте я. В чем будет состоять задача? Задача в следующем. Нам задан неориентированный граф. Ну, да, неориентированный граф. И каждому ребру будет сопоставлено некоторое число. 5, минус 3, 8, 11, 4, 15, 6, минус 2. Вот. И нам нужно выбрать... Некоторые ребра выбрать, а некоторые ребра выкинуть. Так, чтобы осталось дерево. И так, чтобы у нас суммарный вес выбранных ребр был минимальным. То есть мы выбираем некоторые подмножества ребер. Такое, что T связано. Размер T равен размеру V-1. И сумма ребер из T, их весов, она минимальна. 8, на без весов. Да, подибра. Какое? 6, 15, между 6 и 5. А, вот это? 3. Вот. Ну, вот такая задача. Ну, понятно, что там, если граф не связен, то нельзя так сделать просто. Потому что мы не можем выбрать под граф, ну, то есть, под множество ребер, чтобы оно связывалось все. Поэтому мы в основном будем считать, что у нас граф связен задан. То есть, если нет, то сразу же мы можем сказать, что решение нет. Ну, давайте тут пример мы показать. Ну, наверное, можно вот это ребро выбрать. Нужно, наверное, вот это ребро. А, это под множество ребер, да? Да. Правильно понимаешь, что необходимо точно выбрать мосты? Ну, например, мосты выбрать, наверное, необходимо. Потому что если мы их не выберем, то связано не будет. Логично. Поэтому, например, вот эти ребра мы обязательно выберем. Из остальных, что выбрать, не всегда понятно. Но... Не-не-не, погодите, погодите, погодите. Ну, наверное, вот какие-то ребра поменьше в промпу выбирать. Но я думаю, что если мы выберем вот это и вот это, мы, вообще говоря, выиграем. Можно было 8 вместо 4. 8 вместо 4 на 4 дороже, так сказать. 8 вместо 4 и 5 взять, но тогда еще 11. 8 вместо 4 и 5, но потом надо было взять либо 4, либо 11. Поэтому получается, что 8 вместо 5 и уже. Ну, в общем, да. Ну, вот такое. Невайный осток. Ну, давайте сначала... Начнем, наверное, с критерием минимальности. Вот если нам дали уже какое-то основное дерево и спрашивают, а вот оно минимальное основное дерево или нет. Просто нам дали какое-то подмножество, связанное из V-1 ребер, и спрашивают, оно минимальное или нет, или можно сделать меньше. Вот утверждение следующее. Теорема Тарьяна, наверное. Если я ничего не путаю. Тарьяна, да. Гласи следующее, что если мы... Что, если нам дали дерево, T, там подмножество ребер, при этом там T связано и размер T равен V-1. То тогда, если мы возьмем любое ребро, там V, U, не из T, но из E. Т.е. мы возьмем какое-то ребро, которое мы не взяли в основное дерево. Смотрите, картинку. Наверное, картинки понятны. Вот пусть у нас остов какой-то такой получился. А есть еще ребра, которые мы не брали там. У которых там какие-то другие веса. Вот если мы такое ребро V, U возьмем, V, U, которое мы не взяли в остов. То тогда у нас, понятно, мы в дерево добавили одно ребро, у нас образовался ровно один цикл. То есть до этого циклов не было. С этим ребром появился цикл. Ну, понятное дело, он один, потому что из U в V существует единственный путь по тому, по свойству дерева. И вот если на этом цикле ребро вес V, U, он меньше какого-то ребра на цикле. То есть он меньше веса какого-то ребра E, где E на цикле. На цикле. То тогда остовное дерево не минимальное. Можем, да. Вот, например, если это было там 7, это там было 3, это было минус 1, а это было 8, тогда ребро 8 удаляем. Граф, точнее вот наше дерево T распадается на две компоненты связанности. U в одной компоненте, V в другой компоненте. Почему U в одной компоненте, V в другой компоненте? У нас нет ребра V в дерево. Да, у V нет дерева, то есть в дерево, посмотрим и удалим вот это ребро, которое на цикле больше, чем V.U. Почему V и U в разных компонентах окажется? Потому что теперь все ребро имеются. Так, ну это же... Потому что единственный путь, он по этому ребру, который значит любого путь не существует. Да, единственный путь по этому ребру проходит, поэтому удалив это ребро, этот путь перестанет существовать. Из V в U значит нет пути, V в разных компонентах связанности стали. И добавив ребро 7, V в U, точнее вот это ребро добавив, у нас опять станет граф, который связан. А вес уменьшится на их разности. Вот в одну сторону теория метра тоже знает, в другую сторону. Если таких ребр нет, то тогда дерево является минимальным основным деревом. Давайте поймем обратное. В эту сторону понятно, мы конструктивно построили. Если есть ребра, которая меньше, то тогда и дерево не минимальное. Если нет ребра, которая меньше, то есть все ребра больше либо равны, то тогда дерево минимальное. Почему так? Давайте в одну сторону казали, а давайте в другую. Так, ну обычно мы такое пытаемся доказывать от противного. Мы предполагаем, пусть наше дерево не минимальное, а есть какое-то другое дерево, которое меньше. Пусть есть T' Вес которого, ну кстати да, назовем вот это весом дерева T. Пусть есть T' Такое что? Вес T' меньше, чем вес T. Пусть нашлось другое, пусть нашлось другое, пусть нашлось минимальное дерево, которое меньше, то есть наше не минимальное. Как положили, что наше не минимальное. Ну давайте теперь у нас есть, ну давайте нарисуем, вот это T' нарисуем, какой-то у нас T' есть. И есть где-то T' еще, если вот мы какой-то другой цвет, если не продолжим, мы можем нарисовать T' Так, мы на зеленый дерево что-нибудь делим? Ну ладно, в принципе не так важно. Ну вот на зеленых может быть какое-то другое дерево нарисовано у нас. Какое-то такое вот, чуть-чуть не связано, вот так, да, к примеру. На зеленых могло быть какой-то другой дерево нарисовано. После этого есть некоторые ребра, которые есть и в T' и в T' А есть ребра, которые есть только в T, есть ребра, которые есть в T' Есть ребра, которые в T' и есть ребра, которые в T' Короче, на 4 классы все разбилось. Вот сейчас мы перестроим из дерева T' получим дерево T удалениями и добавлениями ребер, при этом не потеряем, ну то есть не увеличим стоимость. Если мы так сделаем, то есть из T' добавлениями и удалениями ребер мы получим дерево T, не уменьшим стоимость, тем самым мы докажем, что на самом деле вот это неравенство неверно. Мы не увеличим стоимость. Ну смотрите, вот у нас есть черное дерево T и зеленое дерево T' Давайте возьмем ребро, которое зеленое и которому не соответствует такое же черное ребро. То есть, например, в T' это ребро, оно есть в T' но его нет в T. Что это значит? Значит, если мы его добавим, то на цикле оно будет максимальным ребром. По предположению к тому, что для любого ребра, который мы добавим в T, это ребро будет больше либо равно, чем все остальные на цикле. Оно будет максимальным. Что это значит? Давайте его удалим. Из T' T' распадется на две компоненты связанности. По той же самой причине. То есть, вот есть это ребро VU, здесь V и U, а не будет в разных компонентах связанности. В дереве T существует ребро, которое можно добавить, ну, еще раз, вот оно расплалось на две компоненты связанности, некоторые вершины оказались в одной компоненте, а некоторые вершины в другой оказались. Ну, например, здесь, в простой случае, вот эта вершина оказалась в одной, все остальные в другой. По зеленым ребрам. По ребрам T'. В дереве T существует ребро, которое соединяет эти две компоненты. По непонятным причинам. Существует ребро, которое из первых компонентов идет в вторых. А есть как в туалетике. И, при этом, его нет в дереве T'. Почему нет здесь? Потому что это разные, пом Gallup. Ой, вы нет… Потому что мы удалили. Потому что мы удалили. Ну, мы удалили то, которое… А, не важно. Если просто есть ребро какое-то, которое соединяет первый, второй компоненту., то его в дереве T нет, потому что это разные компоненты от деревья. В дереве T'. В зеленом дереве такого ребра точно нет. Ну, да. Есть в t, которая соединяет компонентами. компоненты в т-штрих его точно нет поэтому можно добавить вот это ребро добавим туда теперь что известно вес нового ребра он меньше либо равен чем вес ребра удаленного ну потому что это ребро удаленное оно было максимально на цикле а то ребро которым добавили она на цикле вопрос почему на цикле ну ладно по-другому чуть не любой ребра возьмем возьмем путь из у в дереве t в компоненте связанности 1 у компонент связанности 2 по ну как в бин поиске короче можно так идти пока мы в куполе 11 пока не придем компонент связанности 2 будет ребро который из 12 его добавим соединим 12 это будет на пути а раз на пути она больше либо равно чем меньше либо рвать чем удаленное либо значит мы уменьшили только вес да понятно нет давайте компоненты когда мы вот типа мы убираем это ребро есть компоненты давайте еще раз вот посмотрим зеленый граф т-штрих тот который минимальный по нашему предположению мы удали мы взяли ребро которого нет в т давайте вот в 1 у 2 вот взяли ребро вы вот в у нет нет в т но есть в т-штрих при этом вот если мы рассмотрим этот цикл который получился на цикле все ребра все ребра на цикле они меньше либо равны чем в у по по как бы посылки теоремы получается что наше ребро в у она больше бромочем снять дальше что мы сделаем так как мы удалили ребро в дереве т-штрих в его в разных компонентах связанности в зеленом дереве они в разных комиссия зеленом в броню они в они в разных компонентах связанности оказались то штрих зеленом и это все ребра на цикле образовавшимся для любого е на цикле это верно ну а теперь сделаем следующее в первый компонент связанности находится у во второй команде вот так вот так на две компоненты все разбилось посмотрим путь из-за из в вот он сначала в первый компонент связанности а потом во второй компонент связанность если не только икси надо ребра получает и она находится вверх на пути из вагу то есть на цикле если добавить еще вот это ребро в а на цикле максимальный ребро удален и поэтому если мы его удалим а вот это добавим стать сделаем его зеленым а мы же искали минимальный вес и т-штрих минимальный да мы сейчас ну значит вот этого противоречия как бы если она строго меньше то уже понятно что т-штрих не минимально просто ну важно что но мы как бы хотели из т-штрих получить ты не увеличив вес вот мы этого добиваем не увеличили вес и одно ребро общее стало больше вы так продолжим делать продолжим удалять одно ребро добавлять ребро из т какое на цикле по посылке теорема теорема гласит следующее если мы возьмем дерево т возьмем любой ребро и а при добавлении его она будет максимально на цикле если для всех ребер штрихованных это верно то это минимальная спорт и это мы хотим доказать да да это было в одну сторону казались в другую сторону если они все если они все больше либо равны чем на цикле то тогда можно построить процесс положить что есть т-штрих как другой минимальный основной дерево и которые строго меньше после этого брать ребро которые входят в т-штрих на не входят в т-штрих то есть входит минимальный основной дерево предполагаемые но не входит наше основное дерево удалять его и добавлять ребро из нашего дерева при этом из-за предположения мы будем удалять ребро больше либо равное чем добавлено поэтому будем только уменьшать вес но равно в конце если у нас будет w-t-штрих равно в это победа потому что мы добились того что наше тоже минимальное просто не сведу что вот из периметариан и есть ребра которые равны да они получаются на цикле не но это нормально потому что есть несколько минимальных остальных деревьев по нет больше либо равно него предложение по посылке теоремы что в у это ребро вот это е это ребро на цикле другое другое у нас нет да без в он будет не меньше чем бы и еще раз вот смотрите нас черный путь Еще раз, первая часть теоремы, она про другое. Она про то, когда условия не удовлетворяются на контр ребре. А здесь, когда для всех ребер удовлетворяется. Тогда будет противоречие. И тогда, действительно, оно будет минимально восстановлено. Мы доказывали, что из этого дерева можно получить другое. Какой-то брали ребро, удаляли и соединяли. Тут похожая тема. То, что надо было смотреть на дерево T, что для T верно. Да, для T верно. Для T верно. Для T верно, потому что мы доказали ту часть. Но мы как раз хотим доказать, что если для T тоже верно, то все будет кончено. Мы доказываем, что для T верно, но оно не минимальное. Есть? Да, да, да. Три, которые снимают. Именно так. Что он пользуется для T вот этим свойством? Все понятно пишет нам кто-то в чате. Саша. Какой-то Саша. Саша. Саша Пак. Саша Пак. Который хотел прийти на лекцию когда-то. Но, на прошлый был. Да? А, окей. А-а-а. Так, все, начали в чате. Ладно, не будем шутить. Так. Про что шутить? Что шутить? А это потом, потом, потом. Запомните, главное. Это я забыл. Это трансляция. Мотивация ребятам приходить на бары. Ладно. Критерий понятен. Как проверять? За полиномиальное время понятно. В принципе, можно и не за полиномиальное время. Надо как-то на пути дерева считать меню. Ну, это что-то такое. Да? Да. Ну, там какие-то способы, которые LCA считает, они умеют делать меню на пути. Хорошо. Пойдемте дальше. Пойдемте к алгоритму уже. Давайте теперь, как получать само это дерево? Пока у нас был деструктив, мы просто опровергали, что дерево минимальное. Четверь, короче, писали. Вот. Для тех, кто проблем с этим. А сейчас будем конструктив. Будем пытаться строить сами деревья. Но для того, чтобы конструктив ввести, нам надо будет одну такую теоремку или лемку ввести. Ну, она скорее лема, наверное. О безопасном ребре. Так. Ну, смысл будет в следующем. Вот пусть, вот мы будем, как мы будем строить наше минимальное стандерию? Будем пытаться добавлять в нее ребро. Изначально ребер нет. Т пустое. Мы будем пытаться добавлять ребро. По ребру будем добавлять. И так в конце мы получим... Ну, все алгоритмы, например, так будут устроены. В конце мы получим наш минимальный остаток. Для этого нам надо доказать некоторое утверждение про вот эту жадность. Что мы можем некоторое ребро выбирать, его добавлять. И в конце сможем получить минимальный остаток. Вот пусть... Давайте так. Пусть у нас уже есть некоторое... Ну, некоторый лес мы образовали. То есть мы некоторые ребра выбрали. Тут какие-то ребра... Несвязный граф у нас пока получился, но... Вот какие-то деревья у нас тут есть. И утверждается следующее. Пусть... Ну, не так. Пусть вот мы некоторые ребра выбрали. Т1. Т1 это... Да, лес давайте. Ф1. Это некоторые ребра мы выбрали. И при этом можно... Ну вот мы знаем, что можно добавить еще ребер так, чтобы получился минимальный остаток. То есть мы не загнали себя в угол, мы не брали каких-то ребер, которые бесконечные. Мы взяли так ребер, ну... Как-то. Так что можно в них еще добавить, чтобы получить минимальный остаток. Да, под граф какого-то минимального остатка. Вот утверждается следующее, что оказывается легко найти ребро, которое можно добавить, чтобы мы все еще остались под графом какого-то минимального остатка. Возможно, уже другого. Ну, как другого. Просто им... Понятно. это... Ну, под графом являемся многих минимальных остаток, да? Вот. Вот мы добавим ребро и все еще будем под графом какого-то минимального остатка. вот сейчас покажем, как такое ребро найти. Вот утверждение следующее. Вот если мы возьмем и поделим наш граф на два множества. Ну, как-то. Ну, например, вот... На вершин, точнее, на два множества. Так что никакое ребро не идет из одного множества в другое. Ну, вообще, разделение графа... Разделение вершин графа на два множества называется разрезом. Потому что мы вот так каким-то образом разрезаем ребра, которые идут из одного множества в другое. Ну, вот здесь как раз разрез такой, что не разрезает никакой ребро. Вот. Вот если мы возьмем вот такое... Такое разбиение. И среди всех ребер, которые еще не добавлены в F1, но при этом идут из одного множества в другое, то есть пересекает разрез, мы выберем минимальное. То есть вот среди штрихованных ребер, которые есть в E, но еще мы их не добавили. Мы выберем минимальное. И добавим в F1, то у нас все еще можно будет достроить до минимального стола. Как мы делим еще раз? А, нет. Вот если... Еще раз. Мы выбрали F1, как бы мы не делили, то если мы выберем минимальное ребро, это уже любое, минимальное, если несколько минимальных есть, то тогда добавив F1, мы получим минимальное. Мы можем так поделить. Можем поделить, можем поделить, оставив только вот одну компоненту. И все остальное. И ребро, да, из одного в другое. Да, из одного в другое. Добавив минимальное, будет минимальное. Давайте поймем, почему так. Формально не записывай, там пытался записывать сложные записи. В общем, мы какое-то ребро минимальное на разрезе выбираем. В, У. Минимальное на разрезе. Ну, вообще, у нас... Посылка... Не посылка теоремовая. Что у нас есть? F1, это некоторое подмножество Е, что в F1 не циклов, а цикличном. И еще есть некоторый разрез. В. С. В. Некоторый разрез, что ни одно ребро не пересекает. Можно вопрос, зачем мы вообще уделим этого множества? Можно просто посмотреть, какое-то из деревьев и посмотреть на минимальное ребро, ведущие другие деревья. Да, да, так тоже можно. Мы более общие доказываем. Просто... Ну, это является просто... Можно... Можно из... Это укус КВ, это ребро. Можно просто взять какую-то одну компоненту. Да. Это оно тоже будет... Это никак не больно, если берем больше. Больше, более сильное рассмотрение. Нет, нет, разные алгоритмы в разуме просто. Это будет работать. Они все будут основываться на этому утверждению. Некоторые алгоритмы будут брать один кусочек и к нему добавлять ребра. Некоторые алгоритмы будут просто брать какое-то ребро, которое минимальное, и смотреть, оно из одного множества в другое идет или нет. Нет, просто вот эти деревья внутри одного множества, они никак не связаны. Просто такие деревья. То есть непонятно, зачем тогда делать, если у них нет инструкционального свойства. Нет, нет, просто... Ну, смотрите, если бы мы доказали утверждение про одну компоненту и все остальное, То тогда это более слабое утверждение Чем то, что мы докажем сейчас Мы просто обобщили это утверждение Мы в данном случае можем выбрать также одну и немного Мы можем выбрать по одной и не по одной В любом случае мы какое-то делаем, но у них будет связь между собой Поэтому если мы рассматриваем одну и соединяемся минимально А, я понял, да Вы имеете в виду, что если мы вот это ребро, например, выберем То можно было бы рассмотреть разрез вот этого компонента и всего остального Либо той компонент и всего остального Но это тогда, возможно, не минимально Нет, нет, мы для любого разреза используем Ну да, мы говорим, что если для любого F1 такого Для любого разреза минимальное ребро можно добавить Из того, что ты ищешь минимум 2 Режим По этой стороне Нет, более улучшим А, типа вот так Соединительный вруб у нас того, как и вруб Ты можешь взять минимум, который пройдет из одного дерева во все другие А может взять минимум, который пройдет во все другие Кроме одного Потому что ты шел в одно дерево Ты можешь взять в один раз и в один раз и в один раз Если ты взял, то при этом тебе выгнили среди 7, которые ты не рассматриваешь Нет, нет, в смысле алгоритма неважно, в какой вы берете сейчас разрез Неважно, то есть если бы здесь действительно было бы Минус бесконечность, например, да? Да, бесконечность То тогда, если мы возьмем и добавим сейчас не минус бесконечность То все еще можно будет достать минимум на основном дереве В этом смысле А, в этом плане Да То есть именно бесконечность добавится позже Да, без бесконечность просто добавится позже Добавится позже Да Тогда уже ничего нельзя будет другой добавить То есть утверждение более сильное Хорошо, давайте покажем Вот у нас было F1 Давайте скажем, что F2 это Точнее F2 это Не такая запись F2 это F1 с добавленным ребром То есть то, что получилось после добавленного ребра Вот Рассмотрим Для F1, чтобы было верно Что F1 можно достроить до минимального основного дерева То есть F1 является некоторым подмножеством T1 Где T1 это минимальный основный дерево MST это вот английское название минимального основного дерева Вот если T1 содержит VU Если VU содержится в T1 То все хорошо То все хорошо Тогда F2 тоже является подмножеством T1 И тогда вот Как бы наша лемма доказалась для этого случая Если в этом же минимальном основе Который можно достроить из F1 Добавив минимальное ребро На каком-то разрезе Мы все еще являемся подмножеством Подмножеством Того же самого дерева То наше утверждение верно Добавив ребро Мы все еще можем достроить до минимального стола А почему мы по резону писали Что для любого F1 из Е Если F1 это подмножество T1 Нет, нет Вот рассмотрим такой T1 Еще раз Нам дали F1 Который можем достроить до минимального стола Вот рассмотрим такое дерево До которого можно достроиться Ну просто я не совсем понимаю Это в чем смысл Тоже время Что для любого А, ну для любого F1 Что F1 ациклична Что F1 является Подмножеством Некоторого минимального стола Если оно подмножество Астонного дерева Значит оно ациклична Да ладно Ациклична это не так важно Все хорошо Давайте будем записывать Действительно Всякие эти Утверждения Которые избыточные Там C разрез Не пересекающий F1 Не пересекающий F1 То тогда Если ВУ минимальное Пересекающий F1 То тогда его можно пройти Вот Интересный случай Когда ВУ не принадлежит T1 То есть Этого ребра нет Что тогда? Давайте рассмотрим T1 В T1 Есть какие-то ребра Которые идут Из C Не C У нас есть разрез C и C Есть достроенная До Минимального Остонного дерева Начальная конфигурация И в нем Есть некоторые ребра Которые идут Из этого В нас Товто Одно или несколько Ну как там устроено У нас есть как бы разрез Вот Что значит Вершина не пересекает ребро Вершина не пересекает разрез Sorry Возвес не пересекает F1 F1 это А еще раз Что вы сказали Вершина не пересекает Ребро У нас разрез Это множество вершин Не пересекает F1 Которое множество ребра Да Ну вот Вот этот разрез Короче Он не Я понял Но формально Как Типа он из нашего дерева Они сделают два дерева Ну я могу формально записать Ну то есть Это просто я не знаю Имеет смысл То есть у нас В F1 нет ребра Которое В U Которое в F C А U в нет Ну sorry Давайте просто Ребро пересекает разрез Значит Что вот оно Идет из одного множества В его дополнение Разрез не пересекается F1 Сейчас мы говорим Следующее Блин Меня отвлекают Поэтому Смысл Мы пытаемся сделать Следующее Мы пытаемся доказать Что если добавить Минимальное ребро То тогда Мы все еще можем Достроить до минимального Остона Это в смысле Это безопасное ребро Это ребро является безопасным Вспомним с чего начинали Да Вот Если добавляемое ребро Уже есть Достроено минимальное Остонное дерево То очевидно Что можно достроить Все еще Если его нет То вот такой случай Интересный Вот рассмотрим Наш разрез И Наша F1 Вот у нас Внутри разреза Есть какие-то ребра Вне разреза Есть какие-то ребра А еще Какие-то ребра Из T1 Ну как бы Вот это F1 А еще Чтобы застроить до T1 Мы какие-то ребра Тут добавляем Какие-то пунктирные Там можно добавить Например так Некоторые могут быть Ребра вне Вот такие Чтобы получился Минимальный остаток Вот есть какие-то ребра Которые Которые между Которые короче Пересекают разрез Вот Но среди нет Среди них Нет нашего ребра ВУ Вот нашего ребра ВУ Вот это ВУ Среди них нет Но ВУ Известно что минимальное На этом разрезе Так Минимальное среди тех Которые пересекаются Разрезы Да Ну одно из минимальных Но его нет Его нет в T1 А То есть мы его не взяли Его просто нет В том основном дереве Которое мы рассматриваем Которое является Над множеством В1 Надо показать Что есть просто другое Т2 Она тоже минимальная Которая содержит ВУ А Т1 Не минимальная Т1 Это какое-то минимальное Может быть несколько Минимальных Несколько минимальных В этом смысл В смысле Когда мы добавляем ребро Оно в это минимальное Не входит А в другое минимальное Входит Ну что делаем ВУ Минимальное разрезе Предлагается сделать следующее Найти путь Из ВУ В нашем Т1 Вот оно идет Как-то вот так ВУ 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 Существует Хотя бы одно ребро Которое пересечет разрез Потому что В внутри С А У вне С Это ребро Пересекает разрез Поэтому оно больше Либо равно Чем ребро ВУ Потому что ВУ Минимальное На разрезе Значит его удалим ВУ добавим Получим Остовное дерево Которое Меньше Либо равно Т1 То есть минимальное И Которое Является Над множеством Ф2 То есть Ф1 С добавленным Ребром Можно еще раз Еще раз Да Сейчас Так Что в чай спичит Давайте мы этот Я безумно хочу пиццы Отлично Я тоже Ну только там Что-то другое хотят А не то, что я хочу Но это не важно Орфография хромает Либо Т1 Другой путь Который Т1 Занять ВУ Смотрите Еще раз Возьем Кто там Хотел Еще раз Яснить Так Давайте Чуть-чуть Сначала Мы хотим Понятно, что мы хотим Доказать? Давайте выскажите Что мы хотим Доказать Хотим доказать То, что если Мы возьмем Разделим Нашу множество Сейчас лес Какой-то у нас есть Если мы его разделим На два Разреза Разрез Это разделение Вершин на два множества Да, разделим На два разреза И мы хотим Доказать Что если мы возьмем Ребро между двумя Разрезами Минимальное Тогда мы после этого Сможем достроить Двумя на стол Да, но важно Что еще Никакое Ребро не пересекает Разрез Короче Еще раз Разрез Разрез по смыслу Как вы думаете Ассоциация с ножом В разрезе Это вот эта линия Которая отделяет нас Одно множество Другого Ну вот И вот Никакое ребро не пересекает Разрез Если мы возьмем Среди всех этих ребер Минимальное То все еще Можно будет достроить До минус Что мы сделали Ну чтобы показать Что можно достроить До минус Надо показать До какого минус До мы достроим Окей Вот F1 Можно достроить До минус Потому что По предположению Ну не по предположению А по посылке Как бы теорем Да Поэтому возьмем Какую-то T1 До которого Можно достроить F1 Какой-то минимальный остов Вот если в нем Уже есть Это минимальное ребро То все понятно То новые Как бы с добавленным Ребром тоже Можно достроить Если же в нем Нет этого ребра То рассмотрим Наш разрез И на этом разрезе Нарисуем Наше T1 Как будет выглядеть Т1 Ну T1 Будет выглядеть так Что будут какие-то Ребра из F1 И будут какие-то Пунктирные ребра Из добавленной Которые есть в T1 Но нет в F1 Посмотрим наше ребро ВУ ВУ минимальное На этом разрезе Посмотрим путь Из У в В Такой путь В находится внутри С А У находится Вне С То есть Путь из У в В Когда-нибудь пересечет разрез Вот И возьмем это ребро Которое Первое ребро На этом пути возьмем Которое пересечет разрез Его удалим После этого У и В Окажется в разных Компонентах связанности И потом добавим ВУ Так как ВУ минимальное То вес не увеличился У T1 Значит у нового Т2 Т2 тоже МСТ Ну вообще из этого Вы можете получить Что много Что Любое Например ребро на пути Из У в В Оно минимальное Так же Ну точнее Любое ребро Которое пересекает разрез На пути из У в В Оно минимальное То есть Путь-то может сложнее выглядеть Оно может несколько раз пересекать Да Оно может несколько раз пересекать Да Но мы берем первое На самом деле Любое берем Любое берем Ну оно может быть Как-то так И мы вот одно удалим И сделаем вот это А оно все еще будет Все еще Если мы любое из них удалим ВУ Слу не будет связано Мы свяжем Да Потому что мы две половины Свяжем Да Да Непонятно Нет Берем Так Что-то сказано А если несколько минимальных Любое берем Любое добавляем И для любого это вверх Если несколько минимальных Можно любое добавлять Ладно Смысл Как бы такой Что вот Мы Некоторую жадность Короче доказали На самом деле Это просто история Про жадность Что мы в жадной алгоритме Можем выбирать Вот таким По такому критерию ребра И добавлять его И получать Минимальный оступ Ну давайте Перейдем к алгоритму Наверное Давайте Самый простой алгоритм Я не знаю Самый простой Скульптики зрения Они все более-менее простые Они все про это Просто разными способами Выбирают минимальные ребры Ну смысл в чем Почему Как бы что нужно делать Нужно уметь выбирать Минимальное ребро Чтобы уметь Выбирать минимальное ребро Нужно там Либо что-то посортировать Либо какую-нибудь структуру данных Которую уметь выбирать минимальные Еще надо выбирать Только среди тех ребр Которые Ну понятно Как-то там Ну чтобы короче Можно был разрез построить Но обычно Для любого ребра Которые не образуют цикл Можно всегда разрез построить Который Главное, чтобы это ребро на этом разрезе было минимальным Ладно, давайте первый алгоритм краска Надеюсь, в следующем Давайте возьмем все ребра, а сортируем по весу Сортируем все ребра По весу После чего Берем в таком порядке ребра И начинаем добавлять наше дерево Берем все ребра В таком порядке И И если Из В в У Если при добавлении ребра Не образуется цикла То есть В и У в разных компонентах Сортируем по весу Да, по весу Если В и У в разных компонентах То тогда добавляем ВУ Все, вот такой алгоритм Разные компоненты проверяем основным? Разные компоненты, но да Проверяем основным Ну и добавляем тоже основным Объединяем две компоненты И это у нас делает минимальный стоп Так, почему это делает минимальный стоп Так, почему это делает минимальный стоп Ну Так, опять какие-то вопросы задают Минус 5 баллов кашлящим Правильно То кашлянул без маски И чехнул 5 баллов Хорошая мотивация Всемирная организация здравоохранения поддержит Теперь Как понятно, что это действительно рабочий говорит То есть вот Мы хотим ребро добавить Мы просто разнимем какой-то разрез Который его разрезает Но остальные не разрезают Ну нам надо Он минимальный Он минимальный стоп, значит, если действительный минимальный Значит он не допустим Вопрос, вопрос, вопрос Как быстро поменять компоненты всех? Как быстро поменять компоненты? См См С Первый свет С Система не пересекающих Так, да Во-первых Определяем разные компоненты И Объединяем две компоненты Мы с помощью СНМ Там Find и Join Или как там Вот, ну точнее Это Find, а это Join Тогда скорее Вот Ну сортируем споненты Как сортируем Почему это работает? Давайте почему это работает Смотрите Вот в каждой Вот массив Всех вебер Вот мы обработали какой-то префис У нас получилось какое-то дерево Вот Давайте Инвариант следующий Вот дерево, которое получилось из этого префикса Это Такое дерево, которое можно застроить до СНМ То есть лес Получилось какое-то? Да, лес Хорошо Ну если это ребро На цикле Ну как бы При добавлении его образует цикл То есть она не Соединяет То ничего не добавляется И Ну Как бы Его все равно нельзя добавить Понятно, что Его не было ни в каком Ну вот Это�у Ф1 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 Конact Ф1 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 Пустое множество, оно является таким, что его можно... По индукции, да? Да, оно типа того. Ну, можно сказать, да, давайте по индукции. По индукции, может, проще, да. Но мы сохраняем инвариант. Для того, что дерево, которое у нас есть, точнее лес, его можно строить до минимального ствола. Если же в разных компонентах, то мы добавляем ребро. Надо показать, что это ребро, оно безопасное. Но почему оно безопасное? Что мы сделаем? Возьмем следующее. Возьмем... Да, все так. Просто возьмем это ребро из V в U, возьмем компонентов, которые V, и возьмем все остальное. Теперь вот это ребро, оно добавляемое, оно минимально на этом разрезе. Почему так? Потому что все меньшие ребра, которые были до этого, те ребра, которые были до этого, они либо образуют цикл, значит, они внутри каких-то компонентов, они точно не пересекают этот разрез, либо мы их взяли. Ну, значит, они тоже внутри компонент, и они не пересекают этот разрез. Конец. Значит, из-за среди пересекающих этот разрез, V, U минимальный. То есть здесь вообще теория Матерьяна нам не нужна? Нет, теория Матерьяна вообще не нужна по алгоритмам. Теория Матерьяна, она деструктивная. Но не скрытку. А? Так, Федя что-то кричал и… А, теория Матерьяна. Что? А, теория Матерьяна чуть-чуть конструктивна все-таки, да, потому что если для всех выполняется, но… Ну, для всех сложно сказать. Так, подождите, давайте чат. Минимальное ребро, которое мы добавляем, будет принадлежать не обязательно 11, а может быть… Не-не, мы уже не рассматриваем T1, T2. У нас есть уже критерий того, какое безопасное ребро. Теперь надо просто доказать, что VU, оно минимальное на каком-то разрезе. И вот мы рассмотрели разрез компонента связности V и все остальное. И после этого мы сказали, что все ребра, которые меньше, чем VU, они уже внутри каких-то компонент связности. То есть, если любое ребро здесь возьмем, оно будет соединять две одинаковые компоненты связности. Ну, а значит, он не пересекает этот разрез. Пресекающий разрез, они всегда из этой компонент связности в другую идут. Поэтому VU минимально среди них, а по lemme она типа… Ну, все, ее можно добавить. То есть, понятно, что мы можем еще раз lemme все повторить, но это не имеет смысла. Так, отлично. Все. И время работает. Ну, тут какая-то сортировка есть там. E log E. Что можно превратить в log E log V. А как, кстати? Ну, если… Но… Так, что это делало, в нем? Ну, E не больше, чем V2. Ну, ладно, этот английский работает не на простые грады. А мы удалим кратные ребра. Так, как удалим? Просто давайте удалим А, так как мы и на прошлом... А, давайте удалим Если у нас есть кратные ребра, то давайте максимально удалим Да, надо удалить просто все кроме минимального И тогда у нас E квадрат И логарифм E равно V квадрат Можно просто для матрицы смешности заполнять Просто, ну, сделать там Не цепл поставить и все Не, ну это вы про тоже Так, что вы там все кричите А потом здесь еще E раз Операция на SNM происходит Но их тоже залог умеем делать Но все равно, короче, вот эта часть Ее мы даже умеем быстрее Но в итоге E log V это наш Да, делаем за E Правда, если сортировать умеем быстрее, то Там уже будет E на SNM Ладно, пойдемте дальше А у нас римач есть? Да, полчаса Значит, что мы успеем Лог E это лог V Лог E это лог V Ну, каких-то условиях Если убрать стартный L Если убрать стартный L Это на самом деле не имеет особого смысла Лог E, лог V Это на самом деле не имеет особого смысла Лог E, лог V Лог E, лог E Что дальше? Лог E, лог E, лог E Лог E, лог E Лог E Лог E Лог E Лог E Знаете правила боруфки? Не борсука Не борсука Не, ну это просто какой-то ученый, который придумал алгоритм Ну нет, про буравчик вообще говорят Ну не важно Буравчик? Боруфки На русcs Здесь мы сортировать уже не будем Здесь мы сделаем следующее для каждого для каждой вершины мы найдем минимальное ребро, которое в нее входит ну это просто пробежаться по всем ребрам и каждому концу сказать, вот я у тебя есть за О от Е можно так сделать ну да, О от Е плюс В, наверное ну О от Е плюс В то же самое, что О от Е потому что связаны должны все вот, то есть каждая вершинка будет знать одно инцидентное ребро которое минимальное ну то есть вот эта вершинка я буду стрелочку рисовать исходящая стрелочка значит, что вот эта вершина знает что вот это минимальное ребро получится у нас некоторые V вершинок есть, да? и еще V ребер мы выбрали качество каких-то минимальных например так вот это знает что оно минимальное вот это значит, что это минимальное это значит, что это минимальное это значит, что это минимальное давайте цифр сделаем какое-то интересное да, да, сделаем ну кстати, у нас нет, еще раз вот эта вершина знает, что вот это ребро минимальное у нее это значит, что вот стрелочка ну я просто надо важно знать, типа это ребро откуда произошло Граф не ориентирный был, просто стрелочка говорит, что вот эта вершина, ее минимальное ребро, это вот это Из ее исходящей То есть из каждой вершины исходит ровно одно ребро Давайте, вот цикл Нет, это цикл неинтересный Цикл неинтересный, интересный вот такой цикл Такой цикл может возникать, но давайте вы что-нибудь скажете про такой цикл Такой цикл возможно, разве? Почему? В плане какого мы можем, это минимальное ребро Все одинаково повествуют, например Нет, ну мы сделаем так Короче, мы будем, как сказать Будем считать, что у нас все ребра разные Но еще кроме числа веса, еще их как-нибудь проиндексируем Так, чтобы для одинаковых ребр мы тоже знали их порядок Для х? Не для одинаковых повесов ребер То есть, например, это 3, это 3, это 3 Скажем, что вот это 3 меньше, чем это 3 А это 3 меньше, чем это 3 Просто сделаем пару, например, из тройки и индекса ребра Чтобы такого не возникало Тогда уж такого возникнуть не может Понимаете, почему? А, от чего возникнет? Цикл, да Цикл длины больше, чем 2 То есть, 3 не равно отлив Ну, потому что рассмотрим среди всех троек, например, минимальное Вот эта тройка минимальная Тогда вот из этой вершины Минимальное не это, а вот это Нет, просто, наверное, если здесь цикл, то все ребра равны на нем Так у нас нет равных ребр, мы сделали не равные Если есть цикл, то все ребра равны на нем Это, кстати, ну, это верно Да, поэтому мы просто удалим любой Нет, нет, мы хотим, чтобы наш алгоритм не получал таких циклов Мы сделали так, чтобы были разные все ребра Так если даже риск не пробежался и удалил бы Нет, искать цикл это сложно Ну, короче, можно сделать без того, чтобы поиск циклов Ну, в смысле, камон, сидеть, искать цикл Но, как взять, цикл будет просто Типа там все 2 Цикл, на самом деле, искать легче, чем обычный цикл Но, нет, мы просто сделаем так, что у нас все веса, типа, разные В каком-то смысле И будем делать так В итоге у нас получились такие Ну, вот такие выбранные ребра Они образовали такие компоненты связанности В каждой компонент связанности Ребра столько, сколько вершин Поэтому где-то образовался цикл ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, это единственная возможность Да, да Иначе, если мы у нас кричим, и ребер был вверх Не-нет, ну, еще раз Мы просто выбрали так Просто выбрали, ну, если у нас N вершин N вершин, то тогда мы выбрали N ребер Это все распалось на компоненты связанности В каждой компонент связанности у нас есть K вершин И из них исходит K ребер Поэтому в каждой компонент связанности Вершин столько же, сколько ребер Поэтому это какое-то дерево Плюс одно ребRO А это ребро, оно Нет, да, да Стрелочкой-то Это не имеется в виду ориентированный граф У нас неориентированный граф У нас неориентированный граф Стрелочки только показывают Из какой вершины мы взяли ребро В качестве минимального поэтому в каждой компоненте у нас есть некоторый дерево плюс одно ребро это одно ребро оно должно образовать цикл на цикл образуется 2 потому что мы показали что если цикл длина 3 то такого не бывает на минимальной вершине всегда цикл минимально вроде бы показал если непонятный вопрос почему еще может получиться цикл еще раз сейчас задайте потому что я только что это пояснил наверное вот теперь все выбранные ребра вот то что цикл а значит ребро просто выбран два раза и тем концом и этим концом теперь все выбранные ребра просто добавим в минимально став у нас изначально не было минимальным остове ребер мы взяли у каждой вершины минимальное ребро n штук до некоторые ребра по 2 раза взяли и вот все что взяли мы добавим минимальный остов после этого у нас образовались какие-то компонент связности мы эти компоненты связности сожмем в вершинке вот такая вершинка такая вершинка и такая вершинка и заново так сделаем и так пока у нас в графе не останется дальше пока монет не цикла компонента нет то есть мы берем следующее мы говорим что у нас сначала каждое решение убираем минимальная мин мин от в просто минимальный ходящий ребра на минимальная среди аргмин должен быть аргмин поверхность после чего мы просто все эти мин в добавляем в ответ они типа друг друга идут сколько у нас был может визе потом стало меньше 1 4 поэтому 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 одна итерация такая пока у нас в мощности в больше чем один мы делаем вот так и сжимаем в аргмин аргмин это формально записываете штуки но не хотел стать неправду аргмины используют и так далее аргмин это мин что возвращает внимание аргмин аргумент на котором достигаете минимум сжимаем поттер не все вот такой в чем в общем смысл да тут уже все рассказали заказу важно ну вот все что внутри вайла работать за линейное время мы ищем минимальное ребро просто проходимся по всем ребрам и релаксируем у каждой вершины просто минимальное ребро если он уменьшит как бы ставим его присваиваем это просто цикл по всем ребрам следующее мы добавляем ребра выбранные в ответ но это легко просто добавляем тоже за линейное время и дальше сжимаем поттер от dfs по всему запустить покрасить цвета и перекрасить все ребра в их концы в новые номера были были номера вершин стали номера компания 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 да да но это тоже за линейное время может сделать dfs просто поэтому у нас получится такое у нас получится опять же все эти ребра они но потом когда будет следующий раз искать дефейсер армии будем уже дольше идти ну не почему потому что у нас мы будем ну неважно вот все будет работать за е которая которая не меняется да 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 я понимаю относительно размера графа будет меньше ну то есть понятно что мы слишком много раз но вот три вершины но сто тысяч там ребер десу у нас нет никого дфс покрасит все компоненты в цвета все ребра перебираем а нет ладно еще раз мы вот здесь мы дфс сделаем по ребрам из ты и такие нести а из того что добавилось ты только что ну да нажимаем по т это сжимаем по тем ребрам которые мы только что добавили ну вот мы взяли вот эти ребра и по ним дфс запустить ну как по вершинам но используя эти ребра они серия у всех представитель это как вопросу номер но это за член этим единичку этим двоечку если бы здесь был к 3 bro вот такое такое то они вот эти два ребра вот так добавить не добавить мы просто перекрасили для всех ребер которые были мы им в ребро было известно а стала из цв все просто ребра перекрасить заема ну а дальше надо посчитать сколько концентрации цикла собственно самое главное мы взяли какие-то ребра и добавили какие каждое ребро мы взяли не больше чем два раза на одном конце на другом конце и мы взяли n как бы instance of ну точнее n с учетом кратности эндрия без учета кратности значит хотя бы и пополам потому что каждое ребро мы не могли больше два раза то есть хотя бы энтополам ребят добавили каждое ребро уменьшает число компонент на 1 1 до 3 текущего менять хотя бы пополам ребер добавили каждый ребро уменьшает числа компании стена 1 поэтому было n компонент радости стало не больше чем пополам компонент поэтому новая н она стала меньше равно и пополам старые поэтому два раза уменьшилось числа вершинок в графе ну а значит логарифм н итерациями сделали логарифм в итого алгоритм за е ну что вообще это самое что е лог в потому что у нас наверно в ребра это есть что писать проще вот это ну да но здесь надо такие дфс Сценаем на ребрах или на вершинах. Сценаем на ребрах или на вершинах. Что-то вкусное, которое быстрее работает. Быстрее, чем вот это? Нет, это Павел Юрьевич любит Рассказывать. Я понял, да, нет, я не знаю. Там какие-то новомодные штуки. А, на какой вкус? В общем, там есть какая-то история, что существуют какие-то кучи, которые не совсем кучи, и поэтому они умеют то ли с какой-то вероятностью, то ли не очень часто отвечать на то, или то ли не совсем минимальный элемент возвращать, что-то такое. И этим можно воспользоваться, чтобы минимальная стопка как-то сделать, и получается там какие-то ленинги. Но я подробностей не знаю. Все, что я сказал, это я знаю. У Паши на лекции будет... Не, у него, наверное, не будет это. Он как-то просто, когда уже нечего было рассказывать, он просто проводил лекцию на эту тему. Я не помню. То ли в Computer Science Center, то ли в втором курсе в прошлом году. Да, спросите. Спросите, да. Там, наверное, видео есть на эту тему. Можете посмотреть. А-а-а, там-то... Если найдете... А-а-а, там-то... А-а-а, там-то... А-а-а, там-то... Если... Я помню где-то... В этих олимпиадках иногда задачи дают. И там была задача найдите там... Н пополам ребер таких, что их можно... Из них можно достроить до минимального стола. И вот это за линейное время можно здесь сделать. Потому что он как раз хотя бы Н пополам ребер на первом ресторации набирает. Ну или даже там... Если мы хотим, например, три четверти ребер, то можно первые две итерации сделать. Да, то есть он... Большую часть ребер получает быстро. А краска... И его надо все равно отсортировать. А может, в начале это потом... Кстати, там... Во внешней памяти еще основное дерево построения. Не минимального основного дерева, а просто компоненциальность определения. Там используется только... Тоже такая же идея. Что-то чуть-чуть там. В внешней памяти? Во внешней памяти, да. Если граф хранится в внешней памяти как-то, то проще всего искать компонент связанности. Не DFS делать, а делать что-то такое. Как тут делаем DFS? Ну, там... Короче, там... Да. Вот там, где мы делаем DFS, там как по-другому. Смысл такой же примерно. Сделать BFS. Сложный как-то. В внешней памяти, BFS... Так. Ну, а и третий алгоритм... Он как раз будет наращивать одно дерево. То есть у нас... Здесь мы... В первом мы... Просто у нас какие-то компоненты образовывались. Здесь тоже какие-то компоненты образовывались, что сразу много ребер добавлялось. В алгоритме Prima у нас будет одна компонента. Одно какое-то дерево. И в него будет добавляться ровно одно какое-то ребро. Ну, собственно, вот я всю идею уже и рассказал. Начинаем с какой-то вершины одной S. То есть изначально у нас есть одна вершина S. И вот как бы все. Ну и в каждое время у нас есть какое-то под дерево одно T. Такое. И вот в качестве разреза берем T. Как раз. Ну, не T, а вот те вершины, которые, короче, в T. Вот. И нам нужно выбрать минимальное ребро, которое из него исходит куда-то во мне. И после этого его добавляем. Ну, как делаем, проще всего... Ну, разные есть способы. Например, можно делать set, наверное, но придется из set удалять что-то. Ну, и set размера E, так как бы. Ну, в принципе, не очень страшно. Ну, короче, люди, которые уже реализовывали вообще такие идеи. Предлагают, во-первых, без set, если мы захотим сделать, то можно, например, в каждой вершине, которая не входит в T, запоминать, какое минимальное ребро в нее входит из множества T. То есть если вот сюда входит это, если сюда входит это, вот вершины минимальные среди тех, которые входят. Просто храним. Тогда минимальные, которые вообще из T исходят, надо минимум среди минимумов этих выбрать. А если все эти ребра уже в дереве? Туда послать. Уже в этом дереве. Какие ребра? Ну, все ребра, которые для них минимумы. А, еще раз, у нас есть T и есть не-T. Мы для каждой вершины, которая вне-T, храним минимальное входящее ребро из T. Входящее в нее есть T? Да. Ага. Вот. Как храним? Вот. Ну, вот мы среди них взяли минимальное, а хотим добавить и как бы пересчитать, что мы храним. Мы добавили, например, какое-то минимальное ребро оказалось. Вот. Мы добавили эту вершинку. После чего какие новые ребра добавились из T вовне T, которые отсюда исходят? Ну, ими просто прорелаксируем соответствующую вершину. А что такое релаксируем? Прорелаксируем, значит, сделаем минимум из того, что было, и нового значения. А, потому что... А вот просто вопрос, а зачем искать минимум, если логарифм, ну, от T в квадрат, ну, максимум, и от M, это N? А, сейчас мы это обсудим тоже. Я просто сказал, как без структур данных. Как со структур данных массив. Ну, и имею в виду, что смысл, что для вершины хранить минимальное входящее, ну, это полезно просто. Идея, что можно хранить не просто все ребра хранить, а хранить для каждой вершины минимальное входящее ребро. Что остальные ребра не нужны, которые не минимальное входящее. Вот. Дальше это можно все развить. Теперь можно эти вершины с ключами минимального входящее ребра хранить в какой-нибудь структуре данных. А, конечно, да. То есть можно хранить не ребра в структуре данных, а вершины. Ну, это чуть по памяти мы выиграем. Вместо E храним V. Память V и V в квадрате — это имеет смысл. Вот. Ну и все. Мы храним просто, ну, приоритетные очереди, например, какой-нибудь или сет или что-нибудь, короче, такое, которое умеет на минимум выдавать, храним все вершины с ключом минимальное входящее ребро. Дальше что делаем? Дальше, когда какая-то вершина добавляется в это дерево, ну, например, какая-то вершина добавилась, да? У нас ребра добавились новые. При добавлении новых ребер ключи у некоторых вершинок изменились. Уменьшились. А у некоторых не уменьшились. Ну, уменьшились, а сейчас декрестки. Угу. Все. Вот декрестки делаем. То есть алгоритм такой, что пока у нас размер дерева... Пока размер дерева меньше, чем размер числа вершин. Минус один, да? Мы делаем следующее. У нас... Мы берем минимум... Ну, как мы берем минимум. Среди всех... Ну, у нас еще есть, видимо, какая-то структура данных, где хранятся вершины, которые не в Т. Можно их просто от ноги бью. Множестве... Q я назвал. Троритетная очередь. Сначала хранятся все вершинки в. Да, это так. Ну, типа, это число ребр. Ну, на самом деле надо в минус один... А, нет. Надо будет в итерации сделать. Тогда надо будет просто... Да. Тут, к сожалению, чуть-чуть по-другому. У нас за итерацию будет считаться добавление вершины. И мы S тоже добавим в самом начале. Окей? Да. Мы скажем так. И скажем, что минимальное входящее ребро во все вершины — это плюс бесконечность. И только в S оно ноль. Да. После этого мы выберем минимальное ребро. Выберем минимальное. Выберем минимальный min. Минимальный min. Это типа будет вершинка какая-то V. После чего мы возьмем все ребра из вершинки V. И прорелаксируем как бы min от U. Сделаем минимум из того, что было. Min от U. И веса U. И все. А, тут еще где-то надо что-то добавить. Какое-то ребро. Да. Только это не присваивание. Дикриский. Ну да. Это вот такой дикриский. Ну да. Ну я пока... Короче, такое без этого написал. Ну да. Вот это присваивание, оно дикриский. Это вес. Вот это вес. Вот это вес. Это вес входящего в у ребра. Min от U. Выберем минимальный min. Минимум. Минимальный min мы выберем. Сори. А это разве не долго будет? Вот это за квадрат пока. Почему за квадрат? Пока. Потому что... Выбор минимального min это не очень много ребра. Не, ну вот зависит от выбора минимального min. А вот еще если мы обновляем в min. Можете когда-то сказать, что мы обновляем в min. Еще v добавим в t. В. И после этого нам надо все, что из v исходит, добавить как бы в min. А. Оно ведет в t. Надо проверить, оно ведет в... А, ну если min... Если, короче, мы обновим что-то из t, то это не важно, потому что мы все равно выбираем только минимальный, который не в t. Вот важно. В. В не принадлежит t. В. 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 Вот я опять ей воспользовался. Надо тогда в Q хранить эти штуки. Это будет декрест. А минимальный мы выбираем просто по ключу. Это будет то же самое, что и декрестки. Декрестки у весового. А это будет то же самое, что и минимум. Просто минимум. А. вз именно в падении. В. Центрог в дляьде. Но на самом деле, чтобы само дерево построить, нам надо вместе с весом хранить еще из какой вершины пришло ребра. Тогда мы сможем само дерево восстановить, а не только вес. А вот вам вместе с весом ребра хранит такую вершину? еще дополнительно чтобы установить само дерево надо откуда пришла ну еще раз мин это массив, сори я так называю массив поэтому мы выбираем минимальный элемент в этом массиве если я мин периминую, то и этот мин тоже переименуется а в самом начале мы же отсоркируем у каждой вершины выходящие ребра в самом начале мы же у каждой вершины отсоркируем выходящие ребра абс а все, я понял а сколько у нас мин занимает место? теория типов, я знаю так и все мин это количество ребра, да? мин это, у нас есть больше мин F F это для каждой вершины получается, если я возьму вот ребро то получается я двум вершинам должен сообщить, что я у мин взял на внимание ребро нет почему? потому что одна из вершин уже в T, ей не нужно ничего сообщать одна из вершин уже в T так, подождите, из нее может выходить ребра ну вот мы когда мы ее добавляем в T я же как делаю? я беру вершину, да? смотрю по кей, и с нее ребра выходят, да? а если она я так перебираю по всем вершинам уже существующее дерево у меня, да? нет мы наращиваем дерево наоборот из тех, которые нет в дереве мы выбираем с наименьшим ребром входящего в дерево из этой вершины конечно и добавляем тогда смотрим на решение в дереве и смотрим с какой минимальной группы формально это хорошо ок ладно, на этом видео мы и закончим а что там мемы-то были? какие мемы? там были мемы, мы сказали в конце пары ааа, нет, они когда стрим закончится нет, все, вопросы есть у кого-нибудь? чалку напишите, кто что там наверное, больше вопросов нет поэтому все а, да кстати, там вроде чуть-чуть дисбаланс групп практик поэтому потому что онлайн как бы надо тем, кто тем, кто сидит дома и не хочет и ему не как бы не нужно ждать там скольки 15 скольки-то там напишите пару человек в чатик первые, кто напишет будете ходить в 13.30 в 15 в 15 в 15 в 20 больше людей там 23 на 28 человек сейчас не, ну просто не, не не не, не понимаю мы сразу остаемся на 15-20 да а те, кто хотят остаться на 15-20 из онлайн пусть напишут не, не, не так там сейчас уже есть разделение и 23 на 28 поэтому надо, чтобы те, кто 28 как бы, те, кто сейчас ходят в 15-20 но при этом сидят дома чтобы из них там пару человек перешло перешло в группу, которая в 13.30 да, это почему очень, ребят не, ну почему не приходят, я бы тоже не приходил если бы не вы а, есть еще не практики? а? не, ну может я бы приходил но я еще не знаю у вас же у первых курс лекции сейчас у меня у первых курс лекции, да но я бы приходил точно да, нет, можно из дома так, все всем пока может я не успею потом еще замену на помо'd не это такое то есть несмотря на то что я